Ну что, друзья, в последнее время со мной случились несколько таких событий интересных. У меня там почти сдох компьютер, посыпался, я не мог публиковать, да и в общем настроение было то еще в связи со всякой ситуацией, там с военными действиями. Вот, но сейчас вроде бы все приходит в порядок, я купил новый компьютер и сейчас все восстанавливается. Я обещал рассказать, что было на форуме Private Money 2022 и сейчас я попытаюсь выполнить свое обещание. Я был на форуме Private Money 26 ноября, да, 26-27 ноября он был, я был 26 ноября там и соответственно мои впечатления. Ну, во-первых, представительство зарубежных людей стало поменьше, то есть со всем иностранцев там практически не было. Вот, были люди, которые наши уехали за границей и, ну, были ряд выступлений в первый день, очень таких вот базовых. И они были разные, вы знаете, то есть у всех разные отношения, естественно. И я вам скажу так, первый был Павел Палагин. Это, ну, такой человек, он выступал из-за границы через телемост и, значит, ну, он занимается, почему он первый, это понятно, потому что он занимается всяческими такими штучками, которые позволяют активировать мозг. То есть там, значит, надо было сначала вот так вот делать пальчиками, это самое простое. Потом, значит, он сказал, надо, значит, делать вот такие штучки, вот так вот сначала сделать, а потом поменять вот так, а потом поменять вот так. И так быстро. Ну, понимаете, что вот это вот уже с координацией сложно. И в этот момент, когда мы делаем это быстро, достаточно, мы включаем оба полушария мозга, мы активируем мозг, и поэтому, ну, на первом занятии это было именно так. И, ну, в качестве первого, ну, чтобы люди проснулись. И почему это полезно? Потому что это позволяет активировать разные области мозга, когда мы что-то изучаем, и, соответственно, ну, включается мозг, и процесс обучения становится более интенсивным. Это был Павел Палагин. Далее. Следующее выступление было. Видимо и скрытое изменения на рынке инвестиций в 2022 году, значит, Россия, Европа, США, Александр Кореевский. И это очень такой интересный чувак, который, ну, грубо говоря, он чисто повторяет теорию Хазина, что конец долларовой системы, значит, он там анализировал, что происходит сейчас в мире. Я думаю, что я это опубликую, ну, так сказать, большую часть его выступления. Вот. И что скоро доллару конец, и, соответственно, долларовой системе конец, и вообще, значит, и в результате всего, значит, именно Россия получает бешеный, значит, рывок вперед, и Россия становится лидером мира буквально. Ну, с последним утверждением его я не согласен. Хотя, в общем, сказать, долларовая система, наверное, потихонечку, потихонечку она истончается. Следующий, да, и, значит, мораль его выступления вкладывайте в российские акции, все будет вообще зашибись, значит, и Россия рванет сейчас вперед. Следующий выступает Александр Савинок, который как раз по теории Марковица все раскладывает, все активы по, значит, по страновым параметрам, то есть в разные страны раскладывать, в разные ресурсы, в разные отрасли, в разные виды активов, ну, вот, то есть все, так сказать, там портфельчик, вот такой делать, и он вместе, да, и самое главное делать это регулярно. Регулярно, вот, то есть первый спикер говорит, вкладывайте только в Россию, второй говорит, вкладывайте во все, значит, и в Америку, и в Китай потихонечку, значит, и там, куда только не вкладывайте. Следующий выступает Юлия Кузнецова, это Савинок, да, следующий выступает Юлия Кузнецова, это, ну, такой консультант по инвестициям, значит, она там, я, значит, такая вся крутая, я основала школу, я основала школу финансовых консультантов, мы тут все, значит, лицензиями обложены, и мы тут всем вам посоветуем, мы тут всем вам сделаем финансовые планы, и, значит, ну, примерно то же самое, что, ну, ну, она говорит, что надо инвестировать, ну, на самом деле, естественно, она в свою дудку дует, что инвестировать надо через меня, короче говоря, то есть она в основном, ну, у меня сложилось впечатление, что она себя рекламировала больше, но я даже ее, по-моему, не записал в выступление. Следующие вызовы для рынков и новые возможности для инвесторов Алексей Петровский. Кто это такой? А это, ну, а это человек из открытия. А это человек из открытия, он говорил довольно-таки, ну, не зажигательно, но вот то, что он говорил, он говорил все абсолютно, ну, правильно я бы сказал, вот, и про доллар, и про золото, и про Сбербанк, куда надо вкладывать, почему надо вкладывать, и прямо конкретные, конкретные активы он называл, в которые надо вкладывать, и я надеюсь, что мне даже удастся с ним сделать интервью. Вот, ну, дальше, как защитить свой капитал от инфляции выступали Владимир Савинок, Дмитрий Потапенко, Олег Абелев и Андрей Ишенк, значит, ну, Дмитрия Потапенко вы знаете, конечно же, известная личность, вот, остальные, ну, постоянные завсегдатые форума private money, ну, что говорил Потапенко? А Потапенко говорит вообще, блин, русский паспорт, это совсем-совсем плохо, это черная метка, в Россию инвестировать не надо, надо, короче говоря, бежать сломя голову и как-то, короче говоря, короче говоря, замести следы, чтобы никто даже не знал, что вы русский, то есть, как бы, там, фамилию поменять и так далее. Ну, и непосредственно перед обедом, значит, ради чего я, в общем-то сказать, так очень сильно хотел, это глобальное изменение фондового рынка и анализ текущих состояний Евгений Коган, Евгений Борисович, который выступал и на прошлом форуме private money, я ему сказал огромное спасибо, потому что на прошлом форуме он, ну, значит, очень сильное влияние оказал на моего сына, который стал, ну, его постоянным подписчиком канала Bitkogon и, соответственно, стал интересоваться экономикой, стал разбираться и, в общем, это самое, стал задавать осмысленные вопросы. Ну, Коган тоже за международные инвестиции, конечно же, и Коган тоже, естественно, не в восторге от всего того, что происходит с Украиной. Вот, ну, вот такая вот преамбула, ну, а сейчас я в ссылочках, вы увидите уже, ну, запись некоторых из выступлений и что они сказали, ну, и оцените сами, если захотите. А на сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.